КОНЬЯК ДАЗНАЛИ СЛОВА В ТОБИ Да, безусловно. Я думаю, что мусорный коллапс – это одно последствие, потому что понятно, что на уборку мусора граждане России готовы, не имеется в виду, на профессиональное занятие уборкой мусора. То есть дворниками граждане России могут пойти только в том случае, если будет скачкообразно увеличена оплата этого труда. А это совершенно сейчас не влезает в бюджеты местных органов, которые занимаются этим делом. То есть это мусорный коллапс – это раз. Вторым последствием, безусловным, этого решения, если до конца его доведут, если действительно будет серьезная борьба с мигрантами, это, безусловно, очень серьезные проблемы в строительной индустрии. Потому что мигранты работают и на стройках, они составляют значительную часть трудовых ресурсов в строительной отрасли. И если в результате вот этого разжигания, ксенофобии, во-первых, мигрантов будут высылать с такой интенсивностью, как это было. А во-вторых, если мигранты сами будут уезжать, если их будут прессовать с такой вот жесткостью, с такой абсолютно бессмысленной звериной жестокостью, то в конечном итоге будет коллапс строительный, и результатом будет огромное повышение цен на жилье. И здесь мы можем увидеть и этот коллапс. Ну, я уж не говорю о проблемах в бытовом обслуживании, в общественном питании и так далее. То есть, на самом деле, все это приведет, конечно, к резкому удорожанию жизни в России и ухудшению этой жизни. Ну, собственно говоря, на это, в общем-то, власти наплевать, но это не очень коснется военного сектора, потому что здесь заплаты и так достаточно высокие, чтобы ориентироваться не на мигрантов. А так, в общем-то, я думаю, что это ударит прежде всего по гражданскому сектору, по тому, который обеспечивает уровень жизни граждан Российской Федерации. Ну, собственно, на это власти, как я уже сказал, в основном наплевать. Кстати, по поводу этой ксенофобии, могут ли мигранты как-то противодействовать российским гражданам или устроить какой-то бунт в России? Потому что мы вчера видели информацию, что задержанный по подозрению в причастности к теракту в Крокусе чеченец, он умер в полиции от пыток. Ну, это тоже может повлиять? Вы знаете, здесь вы коснулись той темы, которая связана с такой неизбирательностью ксенофобии. Дело в том, что, ну, как вы сами прекрасно знаете, чеченец не является мигрантом, это гражданин Российской Федерации. Но особенность русского нацизма, она заключается в том, что бьют не по паспорту, а по, что называется, нерусской физиономии. И поэтому для обычного такого классического русского нациста, который кричит «Россия для русских» объектом ненависти является не только таджик или кыргыз, но и любой представитель Северного Кавказа. И вот эти вот акции, так сказать, погромные акции, они направлены не только против таджиков, кыргызов, узбеков, но и против граждан Российской Федерации, таких как калмыки, чеченцы. Ну, понятно, что это те еще антропологи, которые явно не в состоянии отличить, например, кыргыза от, скажем, от бурята. Вот, поэтому это будет удар еще и по тому, что называется Российская империя, потому что все эти, если эта ненависть будет распространяться с такой интенсивностью, какой она сейчас запущена, то это хорошее топливо для центробежных тенденций в России, это топливо для национально-освободительных движений в республиках Российской Федерации, которые рано или поздно разнесут страну так же, как в свое время они разнесли Советский Союз. Так что это такая вот довольно опасная для империи история. Не случайно Путин уже, так сказать, заявил о том, что вот надо с этим что-то делать, потому что он прекрасно понимает, что вот эта слепая ненависть, слепая ксенофобия, которая сейчас разжигается российской пропагандой, она опасна для, так сказать, существования империи. Но не знаю, не уверен, что ксенофобию можно регулировать, что этот пожар можно как-то, градус этого слепого огня ненависти можно как-то регулировать, поставить его на определенное деление. Так что вот это все, в общем, в конечном итоге, хотя они считают, что, я имею в виду, Кремль считает, что он является бенефициаром этого теракта, но тут начаты очень опасные игры, которые могут плохо закончиться. В РФ озвучили цифры по набору на контракт для войны в Украине, и Министерство обороны заявляет, что в 2024 году контракт с вооруженными силами России подписали около 100 тысяч человек. И говорят о том, что после теракта в Кроку-Сити-Холле число желающих поехать воевать в Украину возросло. За последние 10 дней завербовалось 16 тысяч человек. Вот как вы думаете, действительно ли россияне все-таки верят в ту версию, которую продвигает Кремль, что это Украина во всем виновата? Или же это специальное Министерство обороны об этом заявляет, чтобы больше поверило в этот бред? Вы знаете, это большой вопрос, какой процент верит, не верит. Я знаком с результатами некоторых исследований, в которых говорится, что свыше 50% верят в этот теракт. Любые опросы в тоталитарном российском фашистском государстве – это достаточно такая спорная история. Потому что все понимают, какой ответ на вопрос социолога является политически благоприятным, политически желаемым, а какой является опасным. И случаи, когда ответы на вопросы социологов неправильные являлись основой возбуждения уголовных дел, они тоже есть. Так что это всегда в такого рода режимах общественного мнения как такового не существует. Ну да, действительно, какая-то, ну как всегда, есть три группы в любом отношении к политическим событиям. Можно выделить три группы россиян. Это группа сторонников, сознательных таких упоротых сторонников режима, которые являются постоянными телезрителями, зрителями каналов Соловьева, Маргариты Симоньян и так далее. И эти, конечно, поверили. Раз об этом говорит Путин, раз об этом трубит телевизор, значит, так оно и есть. Я не думаю, что эта группа составляет большинство россиян. Скорее всего, где-то порядка там, ну в диапазоне 20-35%. Другая группа, это противники режима, ну примерно такого же, в таком же количестве, может быть, чуть меньше. Это люди, которые, конечно же, включают мозг и понимают, что идея, что за терактом в Крокусе стоит Украина, это бред, полный бред сивой кобылы. И, конечно, они в это не верят. Но основная масса, все-таки основная масса, я убежден, что основная масса, это порядка 60% россиян, это люди, которым вообще все равно, и которые просто не задумываются. Ну да, вот, может быть, слышали о том, что есть теракт. Кто его устроил, а бог его знает. То есть это люди, которые выключили для себя всякую рефлексию, всякую попытку разобраться. Ну да, вот власть говорит, что это украинцы, ну может, украинцы. Любая попытка о чем-то говорить с этими людьми, она бесполезна, потому что эти люди включили режим выживания. То есть вот голова, опущенная в землю, и никакого сочувствия к украинцам, никакого сочувствия к своим собственным гражданам. То есть только вот повседневность, поиск, так сказать, средств для выживания. Значит, что касается вербовки, ну слушайте, Министерство обороны, это одно из самых, и пресс-служба Министерства обороны, это одно из самых лживых учреждений в Российской Федерации. Поэтому доверять данным довольно сложно. Был ли какой-то там взрыв патриотизма, который привел к большему количеству людей, завербавшихся? Возможно, но вряд ли этот взрыв был значительным. Сейчас более существенно то, что идет призыв, по призыву должны быть призваны в вооруженные силы России, ну, скажем, в российскую армию должно быть 150 тысяч человек, и вот они-то как раз и будут основным вот этим питательным бульоном, который будет подвергаться вербовке. Вот противостоять тому насилию, с которым будет вербовка этой категории людей, я имею в виду призывников, вот это будет главный источник пополнения людей для фронта. Через какое-то время, не сразу, через какое-то время, понятно, что сразу призывников отправлять на фронт не будут, это будет результатом какой-то работы с ними, ну и в том числе какой-то подготовки. Поэтому увеличение российской оккупационной армии, безусловно, состоится. В этом особых сомнений нет. Ну, какое увеличение? Ну, я, условно говоря, из 150 тысяч призывников, я думаю, что возможность направить дополнительно на фронт, например, ну, скажем, к лету этого года порядка 100 тысяч в совокупности и призывников, и так называемых мобиков, вот порядка на 100 тысяч увеличить количество людей в оккупационной армии, я думаю, что это вполне реальная цель, которая может быть достигнута. США предупреждали Россию, что конкретно круг и сити-холл может стать целью теракта, об этом сообщили сразу два ведущих здания, это The New York Times и Washington Post, и они пишут, что действительно они говорили о том, что именно этот торговый центр может стать целью теракта, но, как мы видим, российские спецслужбы как-то на это не отреагировали. И в связи с этим сейчас много вопросов появляется и в российских соцсетях, что а где же было ФСБ, а почему долго ехали и тому подобное. И вот вчера ФСБ заявляет о том, что якобы они показали иконы, которые привозили гексоген, и таким образом они говорят, что не дали случиться еще одному теракту. Но все-таки во всем снова виновата Украина. Как вы думаете, вот это вот показание с иконами, вот эти все видео, там рассказы, это для того, чтобы показать, как сейчас работает ФСБ, или чтобы снова переубедить россиян, что Украина готовит теракты в РФ? Вы знаете, вот к этому перечню анекдотов, которые вы, действительно анекдотические заявления российских спецслужб, которые вы перечислили, я бы еще добавил заявление Бортникова, который сообщил, Бортников, глава ФСБ, который сообщил, что, значит, Соединенные Штаты Америки по его мнению слишком неконкретно указали, там США указали конкретно место, они сказали, что это целью теракта, террористического удара будет Крокус-Сити. Но вот недостаточно конкретно, то есть не указали фамилии террористов, не указали, так сказать, конкретно время с точностью до секунды. Вот недоработали спецслужбы Соединенных Штатов Америки и не дали конкретных наводок на теракт. Но это, конечно, полностью, это вот из области анекдотов, то, что заявил Бортников. А что касается вот этих якобы раскрытых и предотвращенных терактов, ну, здесь можно много говорить. Это арест каких-то людей, задержание каких-то людей в Каспийске и в, значит, ну, в общем, в Дагестане, в Каспийске и в Махачкале, которые якобы готовили теракт. Вы знаете, здесь по этому поводу ФСБ всегда отличалось. Я только что сказал, что одно из самых лживых ведомств России является Министерство обороны, но, пожалуй, все-таки ФСБ его превосходит, потому что я помню, как ФСБ постоянно отчитывалось о, значит, десятках и сотнях разоблаченных и пойманных шпионов. Вы знаете, вообще мы хорошо помним реальную работу Комитета госбезопасности в советские годы, который, безусловно, прославился многочисленными, так сказать, репрессиями, но вот попытки действительно поймать реальных шпионов, они, как правило, сопровождались тем, что, ну, если путем там огромной работы, значит, спецслужб в год удается поймать, так сказать, выйти на одного реального американского или там любого западного разведчика, то это гигантский успех. Поэтому, когда вот они говорят о разоблачении там и предотвращении какого-то количества терактов, это всегда вранье. Это всегда вранье. Значит, я думаю, что теракты будут, и то, что делает сейчас Путин и в целом российская власть, это создает все более и более благоприятную среду для терактов, в том числе и в том направлении, которое, вот о чем вы начали сегодняшний наш с вами разговор, это разжигание ненависти по отношению к мигрантам. Это создает еще более питательную среду для терактов, потому что мигранты, а их, ну, только одних таджиков в России свыше миллиона, и это люди, которые находятся и так в очень тяжелом положении, живут в нищете, так сказать, выполняют самую тяжелую неблагодарную работу. И вот эта ненависть, которая к ним направлена, она создает питательную среду для вербовки. А вербовка есть, она никуда не делась, потому что Таджикистан на границе с Афганистаном, и в том числе исламское государство, которое располагается на территории Афганистана сейчас, в настоящий момент, они своих проповедников засылают в том числе в Таджикистан, не только в Таджикистан, но и в Кыргызстан тоже. Поэтому вот создание невыносимых условий для мигрантов создает одновременно питательную среду для того, чтобы эти люди от безысходности соглашались на... Тем более многие из них религиозны, некоторые из них, пусть небольшая часть, но исповедуют такую, так сказать, экстремистскую форму ислама, агрессивную. Поэтому я думаю, что здесь теракты будут, и теракты на территории России имеются в виду организованные исламским государством. Они будут, власть все для этого делает, а импотентность спецслужб этому еще и дополнительно способствует. Хочу с вами еще обсудить одну новость, это о тех дронах, которые прилетают на территорию России, и Соединенные Штаты Америки якобы призывают Украину не бить по военным объектам на территории РФ, но Украина сама решает, что ей делать, поэтому вчера атаковала НПЗ и завод по сборке шахедов в Татарстане. Отсутствие помощи от Соединенных Штатов дает Украине некоторую свободу действий, пишет об этом СНН. Но, кстати, тут-то еще стоит добавить, что даже уже российские пропагандисты говорят, что эти атаки действительно наносят им ущерб. Влияние на российскую экономику идет больше, чем санкции. Давайте послушаем. По объективным и необъективным причинам процесс импортозамещения тех мощностей, которые нам поставлялись с Запада и которые позволяют проводить каталитический крекинг и другие истории, заместить сейчас невозможно. И поэтому нам бьют прицельно по тем объектам и комплектующим, по уязвимым местам, которые мы не в состоянии сейчас везти из-за рубежа. И за счет этого нефтепереработку в России хотят уничтожить. А это, соответственно, повлечет за собой уже подъем цен на прочие сопутствующие товары из-за подъема цен на бензин и нефтепродукты. И потенциально может перевести к локальному экономическому потрясению для России. А Путин и в самом деле ожидал, что у Украины не будет таких возможностей. Ну и по поводу призывов Соединенных Штатов. Вот как вы считаете, если они услышат то, что говорят эти пропагандисты, возможно, они поменяют свое мнение? Вы знаете, это вообще, с одной стороны, вот эти удары, ну, речь идет о вчерашних ударах украинских беспилотников по двум объектам. По нефтеперерабатывающему заводу в Нижнекамске и по заводу по сборке дронов. И то, и другое, это республика Татарстан. Здесь это очень хорошая новость, просто запредельно хорошая новость, потому что и то, и другое, это удары по тем военным объектам. Безусловно, нефтеперерабатывающий завод, это тоже военный объект, потому что он является основой военной экономики. И то, что эти удары на расстоянии 1300, ну, почти 1300 километров, это свидетельствует о том, что украинская военная промышленность достигла того уровня, который действительно в состоянии, ну, во многом самостоятельно вести это на войну и наносить мощные удары по врагу. Значит, это первая составная часть этой хорошей новости. Вторая составная часть этой хорошей новости, это то, что в совокупности по оценке ряда исследователей, значит, уже на сегодняшний момент удалось... Это же не первый, не второй, значит, удары по нефтеперерабатывающим заводам, и на сегодняшний момент удалось сократить производство нефтепродуктов, бензина, керосина, дизельного топлива в России на 7%, именно только благодаря вот этим ударам. Ну, и дальше становится понятно, что, в принципе, это как раз и может быть определенным движением, определенными действиями, которые приведут к победе Украины, к прекращению войны, потому что, если так пойдет дело, то вполне возможно, что Путин придется всю свою армию переводить на комскую тягу. И, в общем, это, скажем так, особенно, конечно, эффективно, в кавычках, для авиации. Вот, поэтому это очень хороший результат. Вторая составная часть этой новости, это то, что недавно впервые получила подтверждение публикация «Фанэйшн Таймс», в которой говорилось о том, что руководство Соединенных Штатов обращается, призывает Украину не наносить удары по нефтеперерабатывающим заводам. Вы знаете, когда я прочитал эту статью «Фанэйшн Таймс», то, поскольку там не было указано никакой конкретики, мне показалось, что это, ну, какая-то вот разводка, какая-то ерунда. Потому что я не мог себе представить, но у меня воображения не хватало, чтобы руководство Соединенных Штатов Америки, которые в настоящий момент вот уже полгода тормозят с оказанием помощи Украины, Украины, которая обливается кровью сейчас на фронте, в том числе из-за того, что Соединенные Штаты Америки не дают обещанной помощи. И вот что это руководство Соединенных Штатов Америки будут призывать Украину не бить по военным объектам на территории России. Мне это казалось совершенно непостижимым фантастическим цинизмом и позором. Но оказалось, что это правда. Я ошибался. Оказалось, что руководство Соединенных Штатов Америки в лице, в частности, Блинкина, и не только, оказалось, что вот они могут такое бесстыдство публично проявить. И я считаю, что то, что фактически, значит, главное управление разведки, значит, службы безопасности Украины, которые являлись, так сказать, организаторами, авторами этих ударов, ну, попросту послали, значит, руководство Соединенных Штатов Америки в этом вопросе курсом русского военного корабля, это очень хороший знак. Это означает, что Украина абсолютно независима в своей политике в отношении от, в том числе и от западных партнеров, когда они требуют вот такого идиотизма. А это именно какой-то воинствующий идиотизм, запрещать Украине бить врага, так сказать, и наносить существенный ущерб врагу, при этом не оказывая существенной помощи. Это, конечно, позор руководства Соединенных Штатов Америки. И я должен сказать, что вот это вот заявление Блинкин сделал после встречи с министром иностранных дел Франции. И на той же самой пресс-конференции министр иностранных дел Франции заявил как раз прямо противоположную позицию, сказавшую о том, что правильно делают это, Украина имеет полное право защищаться, в том числе и таким образом. Это свидетельствует о том, что постепенно вот эта должность защитника свободного мира перетекает от Соединенных Штатов Америки к Европе. Это важное событие, которое сейчас происходит, ну такое продолженное во времени событие, которое на наших глазах происходит. Так что я думаю, что это очень хорошая новость, о которой вы сейчас только что сказали. Игорь Александрович, огромное спасибо за ваше мнение, за то, что вы нашли время для нашего эфира. Я желаю вам хорошего дня. И нагадаю, что Игорь Яковенко, российский оппозиционный журналист, был сегодня с нами на звездку. Игорь Яковенко, российский оппозиционный журналист, был сегодня с нами на звездку.